Всем привет! На днях официальный сайт HBO поделился с нами крайне любопытной информацией касательно первой серии такого долгожданного восьмого сезона Игры Престолов. Так что помимо уже известных нам сведений о создателях дебютного эпизода, теперь мы точно знаем его продолжительность и, что самое главное, полный список актеров, из чего уже сейчас можно сделать вполне определенный вывод о том, кого и что мы увидим или наоборот не увидим на старте восьмого сезона. Что ж, вперед давайте обсудим все подробности прямо сейчас, тем более, уверяю вас, дальше будут очень даже неожиданные сюрпризы, так что смотрите до конца, ну и конечно же подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал. Хорошо знакомые и любимые миллионам зрителей герои киновселенной Марвел на самом деле порой до неузнаваемости отличаются от своих прототипов из комиксов. А кто хочет в подробностях узнать, что и почему изменили киноделы в образах Тора, Алой Ведьмы, Человека-паука и других, смотрите мое новое видео, ссылка, как всегда, в описании. Ну что же, вот она, так сказать, краткая сводка о первом эпизоде восьмого сезона от канала HBO. Во первых строках мне хочется сейчас сказать о том, сколько же будет этот самый дебютный эпизод длиться. И тут, к сожалению, мне придется разочаровать очень многих, Так как, несмотря на все разговоры и обещания, мол, в восьмом сезоне серии будут длиннющими, это прям как шесть полнометражных фильмов и так далее, первая серия продлится всего на всего 60 минут или один час ровно. Так что, кто надеялся на старте сезона закупиться попкорном и залипнуть это к часика на два, увы и ах, ваши надежды не оправдались и все, что нам светит, это стандартных 60 минут. Почему создатели сериала не сдержали своих обещаний и так безбожно урезали хронометраж первой серии, не знаю, но при этом сам факт остается фактом. И, кстати, раз мы уже заговорили о продолжительности эпизодов, ровно такой же часовой будет и вторая серия восьмого сезона. А вот зато уже начиная с третьего эпизода и до конца, длительность должна возрасти до 80 минут, что хоть и не два часа, но все равно гораздо веселее. Но это так, для справочки, теперь же давайте перейдем к самому интересному списку актеров. И тут сразу две неожиданности. Во-первых, уже в самом начале сезона, то есть в дебютном его эпизоде, мы с вами увидим, кого бы вы думали, Эдмура Талия, что следует из вот этого перечня. Если кто уже и вовсе забыл, что это за чел, то напомни, что в последний раз мы видели его еще в шестом сезоне в Риверане, когда Эдмур впустил Фрефи Ланнистера в осажденный замок. После этого данный персонаж более не появлялся на экранах, как, впрочем, и сам Риверан. А вот зато в начале прошлого сезона, когда Ария под видом Уолдера потравила Фреф, многие еще удивлялись, почему же она не спасла своего родственника и жив ли он вообще. Но вот как оказывается, Талия жив-живеханек и уже в дебютном эпизоде последнего сезона появится перед нами. Ну а при каких обстоятельствах это случится, в принципе, догадаться не очень сложно. Мы ведь уже знаем, что именно в Риверан направился Джейми Ланнистер после того, как в конце прошлого сезона покинул Королевскую Гавань. Получается, что в первой серии нам покажут, как Джейми прибывает в замок к своим людям и именно там встречается с Эдмуром Талией. Кто знает, может последний даже примкнет к царе-убийце после того, как узнает, куда и для чего тот направляется. Так что один забытый персонаж уже точно появится в первом сезоне и первом его эпизоде, хотя нет, не один, еще мы с вами увидим Робина Аарена собственной персоной. Его мы, кстати, тоже последний раз могли лицезреть в поза в прошлом сезоне, тогда еще живой Мизинец манипулировал молодым лордом, дабы заполучить рыцарей долины. И знаете, если появление Эдмура мне объяснить довольно несложно, то вот насчет юного Аарена даже не знаю, что сказать. Покажет ли нам Орлиное гнездо, если да, то с какой целью, а может это Джон, так сказать, собирает все возможные силы и отправил Ворона и в долину. Не знаю, вы, кстати, если имеете свое предположение по данному вопросу, напишите его в комментариях, будет интересно почитать. Также, как и уже сейчас, мне интересно, а какую же роль Носерос отведут молодому лорду долины. До того он был просто мелким инфантильным нюней, посмотрим, изменилось ли что-то с того времени. А вот кто еще из призабытых персонажей появится уже в первой серии, так это Красная Женщина Мелисандра, так как имя Кэрис Ван Хоутен указано в заявке на первый эпизод. И вот резонный вопрос, покажет ли нам с вами Валантис, в который по ее собственным словам направилась служительница Рглора, или она уже опять возвратилась в Семь Королевств для своей последней миссии. Ведь в прошлом сезоне роль Красной Женщины была урезана просто до минимума, так что сказать о ней что-то более-менее вменяемое мы пока не можем. Ну и еще, если Красная Женщина опять в Семи Королевствах, то по идее путем должен будет лежать на север. Но туда-то как раз ей и запретил возвращаться под страхом смерти Джон. И вот вопрос, нарушит ли Мелисандра его запрет, и если нет, то куда тогда она направится? Уж не к Серсейле, ведь правители в последнее время Мелисандра меняют просто как перчатки. Ну да хватит о ней, давайте-ка сейчас я лучше обрадую львиную долю зрителей Игры Престолов. Ведь уже в первой серии мы с вами увидим Беррика и Тормунда, которые, как вы помните, в конце прошлого сезона попали в самый эпицентр атаки Нежити и Короля Ночи. Тогда еще многие волновались, мол, а выживут ли наши любимцы? Что же, ответ однозначен, да, и не только выживут, но и прям со старта сезона появятся перед наши ясные очи. Скорее всего, этим двоим удалось сускользнуть во время обрушения стены, и теперь они как сумеют помчаться, дабы предупредить остальных о том, что же случилось. Да, и кстати, уж не знаю, куда именно они направятся, в Винтерфелли или Черный замок, а может и не туда, и не туда, а во владение Амберов или Карстарков, которые ближе всего к стене. Но мы с вами в первой серии увидим абсолютно всех вышеперечисленных персонажей. И скорбного Эда, который в прошлом сезоне встречал Брана из-за стены, правда, насколько я помню, по большому счету на этом роль его и закончилась тогда. Ну что, зато, видать, в последнем сезоне Эд вместе с братьями Дозора изо всех своих сил будут защищать Семь Королевств, раз покажут нам их уже в первом эпизоде. Также все в том же дебютном эпизоде появится и Элис Карстарки, и Нед Амбер, как вы помните, присягнувшие Джону. Не думаю, что их мы увидим в Винтерфейле, скорее всего, они, являясь самыми северными лордами, первыми встретят удар нежити, ну или, по крайней мере, первыми узнают об их приближении. Ну а в Винтерфейле нас с вами будет ждать уже знакомый коллективчик, все те же Ария, Санса, Бран, Мистер Волкан, Сир Ройс. И вот вопрос, произойдет ли прибытие Джона и Дейенерис, которые, само собой, тоже появятся в первой серии, уже тогда, или этот момент отложат на потом, эпизод этак на второй. Ведь если в самом деле Бурерожденная и Копри будут уже в первом эпизоде, то тогда же должно будет состояться такое долгожданное воссоединение Старков, и особенно Джона с Арией. Но, между прочим, не только он имеет все шансы вновь увидеть Арию в начале сезона, но и Джендри, который также появится в первой серии, и который тоже не виделся со своей старой подругой уже много лет. А вот что нам, увы, неизвестно, так это появится ли в первом эпизоде призрак, которого мы не видели весь прошлый сезон. Увы, среди списка актеров никакого указания на CGI лютоволка нет, так что это пока интрига. Да, ну и кстати, нас с вами может ожидать и еще одно воссоединение. Встреча так полюбившейся многим Лианы Мормонт и Сира Джороха. Правда, как я уже говорил, произойдет это только в том случае, если Джон и Дейенерис в самом деле приплывут в Интерфелл уже в первой серии. Но в любом случае и Мормонт, и юная Лиана также появятся на наших экранах уже в первом эпизоде, а уж при каких обстоятельствах, посмотрим. Да, и кстати, еще одно интересное возвращение, это появление в первой серии Ярой Грейджой. Как вы помните, в прошлом сезоне она попала в цепкие лапы своего дядюшки, и после этого след ее затерялся. Так вот, в первой серии мы опять увидим ее и самого Эурона, не зная, правда, отправился ли он уже за моря или пока нет, ну и не останется в стороне и бедолага Теон. Его мы тоже встретим в дебютном эпизоде, и, как знать, может уже тогда нам покажут, как Теон пытается освободить сестренку. Вы ведь помните, что именно такие планы Теон в последний раз озвучивал Джону. Ладно, кого мы там еще забыли? Ах да, Подрик и Брон, уж не знаю, вместе ли по отдельности, но также засветятся в первой серии, будет в ней само собой и Тириан, а также не обошли сценариста стороной и Королевскую Гавань. Нам покажут Серсаио, а также немногих ее союзников или слуг, как угодно. Я имею в виду Квиберна и Гору. Сложно сейчас сказать, что там у них будет происходить, возможно, Королева со своим Десницей будут вынашивать очередной коварный план, им ведь не привыкать. А вот что еще очень интересно, так это не только то, кого мы увидим, но и то, кого не увидим в первой серии. А это, между прочим, капитан золотой компании Гарри Стрикленд и сам великий и ужасный Король Ночи. По крайней мере, ни Марка Рисмана, ни Владимира Фурдика вот в этом списке нет. Что странно, ведь, как я понимаю, в первой серии создатели сериала должны будут продолжить линию навалы нежити на стену, ведь покажут же нам Беррика и Тормунда. Но почему тогда в первой серии не будет Короля Ночи? Или он на своем визерионе улетел куда-то вперед, так сказать, на разведку? А что, тоже вариант. Ну или нам просто покажут войско главного иного, но без него. Можете, кстати, написать свои предположения в комментариях. Ну и по поводу золотой компании. Как я понимаю, в первой серии Эурон все-таки еще не успеет к ним добраться, раз нам не покажут капитана наемников. А значит, у Теона еще будет шанс спасти Яру перед тем, как Эурон заберет ее с собой за моря. Правда, сам факт того, что Гарри Стрикленд все равно появится в восьмом сезоне, пусть и не в первой его серии, говорит о том, что плавание Эурона все же состоится, что в свою очередь ставит под сомнение затею Теона. В общем, как-то так обстоят дела. Я тут, конечно, сказал не обо всех абсолютно персонажах первой серии. Появятся в ней еще Давос, Миссандея, Серый Черфь и так далее. Но, как мне кажется, на основных моментах нам все же удалось заострить внимание, а значит, надеюсь, вам стало еще чуток яснее, что же нас ожидает в дебюте последнего сезона. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока!